Я рад приветствовать наших телезрителей, а также наших гостей, присутствующих в этом уютном зале в городе Праге на семинаре «Крах сатанинской империи». Как Бог одержит победу над сатаной? Это тема наших лекций, и мы уже на многих наших лекциях показываем Божью стратегию победы и говорим о том, что мы должны делать, когда Бог будет поборать сатану. Самое главное – нам не перепутать, где Бог, а где враг. Потому что, как мы видели, исследуя природу Антихриста, обман очень изощрённый. Вам представляться будет не какой-то злой с рогами, неизвестно кто, с хвостом. Вам будет представляться не какой-то диктатор Гитлер, который всех будет там в концлагеря сажать. Вам будет представлен человек, первосвященник, который будет обещать, или уже обещал, это уже происходит, снять с вас грехи. И вот это проблема, потому что никакой человек, никакая система, никакая церковь, государство не может этого сделать. Это прерогатива только Иисуса, который есть единственный истинный первосвященник, ходатайствующий за нас в небесном святилище. И ему земных ассистентов не нужно. Система земного святилища, Павел её очень чётко характеризует послание к евреям, 8 и 9 глава, и называет её Ветхим Заветом. Эта система действовала исключительно до Голговского креста. А после Голговского креста первосвященник будущих благ Иисус вошёл в самое небо, в небесное святилище для того, чтобы всем нам дать искупление. Если сегодня мы продолжаем искать земное святилище, земной храм, земное храмовое служение, земную репликацию жертвоприношений, то мы фактически служим Антихристу. И тот, кто вам предлагает сегодня это, является Антихристом. И, к большому сожалению, эта система существовала с времён раннего Средневековья. К IV веку в христианстве учредилась система божественной литургии, которая в западном христианстве именуется Мессой, а в восточном христианстве именуется Евхаристией. Эта система является попыткой возродить жертвоприношение и левицкое священство. Несмотря на то, что говорит Иисус, это противоречит Евангелиям и противоречит учению Нового Завета. Вот почему пророк Даниил и Иоанн Богослов называют подобную систему Антихристом. И мы видели, как эта система определённым образом слилась с государством. Седьмая глава именно этот аспект показывает. То есть для того, чтобы навязать именно такой путь религии, нужно было полицейская государственная система. И вот эта полицейская государственная система выполняла заказ ложной религиозной системы и преследовала святых Всевышнего. Именно она насаждала отмену Божьего закона. Именно эта система фактически отобрала у вождя воинства небесного, у небесного первосвященника Иисуса его функцию, его ежедневное служение. Кто-то может спросить, а как же это может быть? А я вам скажу, как. А представьте себе, где-нибудь на Украине, где сейчас такое творится в экономике, какой-то богатый меценат решил помочь больнице и построил операционную. По последнему слову техники. По последнему слову техники. Все там сверкает, любая аппаратура, все. Потратил миллионы долларов. Проходит все торжество, перерезает ленточку, потом зав больницей собирает врачей и говорит. Видите эта красивая операционная, как она сверкает? Вот мы ее сейчас закроем, будем только спонсорам показывать. А вы будете в старой, дряхлой, грязной, операционной делать ваши операции. Потому что если вы начнете делать на этом новом столе, этими новыми скальпелями, этой новой аппаратурой, оно же все забрызгается кровью и грязью. Кому нужна такая операционная? Она стоит. А директор больницы отправляет всех туда. К этой инфекции. Ко всему устаревшему оборудованию. Вот это то, что делает Антихрист. Он перенаправляет людей с небесного святилища на земные храмы, построенные руками человеческими. Он отвлекает людей от того, чтобы они шли ко Христу со своими грехами и направляет их к людям, которые точно такие же грешники, о которых когда-то здесь прожанин Янгус сказал. Вот про эту систему отпущения грехов. Говорит, священники ведь такие же грешники, так ведь если слепой будет свести слепого, они оба упадут в яму. Вот этот Антихрист, что это такое? Но тема, которую я хочу сегодня вам раскрыть, называется «Как избежать начертания зверя». Иллюстрация весьма соответствующая духу огромного количества статей, которые сегодня есть в интернете и в книгах. Люди говорят о печати Антихриста. Но является ли начертание зверя печатью Антихриста? Вот это нам нужно исследовать на примере того, что записано в книге Откровения, 13 глава. Как мы уже с вами говорили, дело в том, что если мы считаем, что Антихрист, описанный в первых десяти стихах книги Откровения, 13 главы, должен прийти перед вторым пришествием, то у нас возникает проблема. 13 глава описывает нам двух зверей, а не одного. Если десятирогий и семиголовый зверь – это Антихрист, и он приходит перед вторым пришествием, куда нам деть вот этого? Другого зверя, выходящего из земли, который, говорит, как дракон, но имеет рога, подобные агнчима. Его куда-то нужно поставить. И, друзья мои, именно этот зверь приходит после Антихриста. Антихрист свою работу делал чуть ли не со конца второго века нашей эры. Но в последнее время сейчас уже время другому зверю. Этот зверь имеет немножечко другой вид. И если первый зверь, он страшный и ужасный, он каким-то образом похож именно на вот этого страшного и ужасного зверя из седьмой главы книги Даниила, потому что страшный и ужасный зверь с десятью рогами в книге Даниила, седьмая глава – это Римская империя. Вот этот зверь-антихрист из первой части тринадцатой главы книги Откровения, он каким-то образом имитирует и связан с Римской империей. А вот этот немножко не связан. У него нет страшного облика, у него агнчие рога. Агнец – это кто вообще? Это, конечно, Иисус, агнец Божий, берущий на себя грех мира. Вы понимаете? Этот зверь имеет другую природу, но говорит он, как дракон, и действует он перед ним со всей властью первого зверя. Перед кем кто действует? Перед, говорит, как дракон, то есть перед драконом, перед сатаной, то есть сразу нам понятно, перед нами еще одно воплощение сатаны. Я еще скажу по-другому. Еще одна ипостась сатаны. Друзья мои, у нас в книге Откровения фактически представлена на страницах двенадцатой и тринадцатой главы сатанинская троица. Дракон, зверь десятирогий семиголовый и зверь двумя агнчими рогами. Это сатанинская троица. Это ипостаси сатаны. И вот что он делает. Он заставляет всю землю и живущих на ней поклоняться первому зверю, у которого смертельная рана исцелена и творит великие знамения так, что и огонь низводит с неба на землю перед людьми. Друзья мои, на кого эта третья ипостась сатаны похожа? Подумайте внимательно. Мы говорили с вами, что вторая ипостась сатаны антихрист. Он не даром антихрист. Он антихрист, потому что все, что он делает, это зеркально противоположно тому, что делает Христос, включая даже смерть и воскресенье. А этот? Вы помните, что в Евангелии от Иоанна 15-16 главах говорит нам Иисус, что когда я уйду, то вместо меня придет утешитель, Дух Святой, который вас приведет ко мне. А посмотрите, что делает вот это зверь с огнеченными рогами. Он заставляет всю землю и живущих на ней поклониться кому? Антихристу. То есть, понимаете, что происходит? Христос побыл на этой земле три с половиной года и вознесся на небо. А вместо Него в наших сердцах живет Святой Дух, который ведет нас к Нему. А соответственно, Христос ведет нас к Отцу. Ну, понимаете, мы же говорили, я есть путь истины и жизнь, никто не приходит к Отцу только через меня. То есть, только через Христа можно прийти к Отцу, а вот в этом антимире, который нам описывает здесь 12-13 главы, к сатане приходит через Антихриста. «Стати говоря, это серьезная вещь». Если вы считаете, что человек, называющий себя священником, может привести вас к Богу, то вы видите, что Библия говорит, куда такие люди приводят и кому приводит эта система. А вот этот второй зверь, он идет точно как Святой Дух, только антисвятой Дух получается. Имитация Святого Духа. Он заставляет всех поклоняться Антихристу. Понимаете? Истинный Святой Дух ведет ко Христу, а антисвятой Дух ведет к Антихристу. Вот так работает сатанинский обман. И вот посмотрите, как антисвятой Дух ведет к Антихристу. Написано, и творит великие знамения. так, что и огонь низводит с неба на землю перед людьми. Вспомните про огонь и Святой Дух, деяния вторая глава, и явились им языки огненные. И здесь для того, и вот с помощью, кстати, с помощью огненных языков, которые почили на апостол три тысячи человек пришли ко Христу. А что получается здесь? С помощью каких-то интересных чудес, которые имитируют и сводят огонь с неба, этот зверь, который представляет собой, ну, чуть ли не агнца, понимаете, приводит к всех, к антихристу. И вот, что дальше, смотрите. И чудесами, которые дано было творить перед зверем, он обольщает живущих на земле, говоря живущим на земле, чтобы они сделали образ зверя, который имеет рану отмеча и жив. Вы видите? Друзья мои, когда это будет? Я вам скажу. Мне удивительно наблюдать, что происходит сегодня. 1997 год Лютеранская церковь США и католические епископы США договорились о полной ликвидации противоречий между протестантизмом и католицизмом. Да, в 1517 году Мартин Лютер на дверях Виттенбергского собора прибил 95 тезисов, которыми он обозначил различия между тем, что учит средневековая церковь, и Библией. Сегодня в Виттенберге идет полная реконструкция собора и она будет завершена к 2017 году для того, чтобы поставить точку в разделении между христианством. Иными словами, Мартин Лютер в своих книгах и речах называл антихристом Рим и его церковь. Сегодня этой доктрины в церкви Лютеран нет. Сегодня нет ни одной доктрины в церкви Лютеран, которая бы противоречила или шла в ногу с теми причинами, по которым Мартин Лютер написал свои 95 тезисов. Я могу приводить массу других фактов. Совершенно недавно на большом форуме американских церквей пятидесятнического и харизматического направлений были выдвинуты следующие тезисы. Первое. Все церкви наши братья. Мы должны покончить с противоречиями. Мы должны найти компромисс и вернуть церкви к единству. Есть такой телеканал в Америке христианский называется Trinity Broadcast Network. Спикер этого телеканала было два спикера. Один из них умер. Один из них звали его Пэт Робертсон, другой, который умер, Джерри Фолвелл. Вели между собой программу. Они собирали средства на борьбу с абортами. Все христиане понимают, что аборты это убийство. И поэтому они хотели, чтобы весь христианский мир воспротивился и чтобы правительство на правительственном уровне, на законодательном уровне запретило аборты. Они делали большую политическую кампанию. В конце концов, Джерри Фолвелл спрашивает Пэт Робертсона, оба они христиане евангельского направления, а будем ли мы звать католиков? Пэт Робертсон отвечает, а почему нет? Ну, как же говорит Джерри Фолвелл, они же верят в Деву Марию, мы так не верим, Пэт Робертсон. Вы знаете, сегодня пусть Дева Мария порадуется на небе, как все христиане, над тем, как все христиане, объединяясь, борются спротив этого зла. Друзья мои, в какое время мы с вами живем? Для того, чтобы увидеть это, надо сравнить те события, которые происходят в христианском мире с тем, что записано в 13 главе книги Откровений. И я вам хочу показать, что мы живем именно вот в это время. Вот этот стих, который сегодня показывает нам вехи и исполнение пророчества данного Иоанну почти 2000 лет назад. Вот это время, вот где мы живем, а вот то, что еще пока не произошло. сначала сначала и сегодня мы живем во время мира и объединения. Вы понимаете, здесь в Праге после гуситов, которые правили почти сто лет, началась контрреформация и рекатолицизация. Я это увидел очень хорошо, пройдя по церквам, которые имеют готический стиль, но все их внутренние скульптуры и убранства сделаны в стиле барокко. Это произошло как раз после того, как изгнали отсюда гуситов, поубивали все, и восстановлен был полный контроль католической церкви над Чехией. Так вот, сегодня происходит совершенно другое. Сегодня не надо 30-летняя война, 100-летняя война, сегодня все идет мирным путем. Сегодня идет полнейшее стирание всяких доктринальных границ любой ценой найти общую точку соприкосновения. Естественно, эта точка не будет находиться в Библии. Но еще не настало время, в которое те, которые не согласятся с этой позицией, будут убиваемы. силовое друзья мои, время, оно близко. Вот, что будет происходить. Вот эта любовь, вот эта свобода, она закончится. и начнется силовое давление на всех тех, кто читает Библию и не согласен. Начнется навязывание взглядов, конкретное и силовое через начертание зверя. Друзья мои, у Бога есть план. Мы говорили с вами о том, что на тройную атаку дьявола Бог имеет план военных действий. На действия сатаны дракона Бог отвечает убойтесь Бога и воздайте славу Ему, ибо настал час суда Его. На действия Антихриста Бог отвечает пал, пал Вавилон и предлагает всем выйти из этого Вавилона. А на действия зверя с огнчими рогами особенно когда он будет угрожать жизни всем несогласным с этим красивым мирным компромиссом будет дан конкретный ответ. Кто поклоняется зверю и образу его и принимает начертание на чело свое или на руку свое тот будет пить вино ярости Господь. Бог сокрушит царство сатаны. Это однозначно. Несмотря на то, что кажется сегодня кому-то, что сатана одерживает победу, Божий план непременно исполнится. И в этом наша великая надежда, которая не постыжает. как же избежать начертания зверя? Что это за начертание? Об этом будем говорить в следующей лекции. А сейчас я приглашаю к молитве всех тех, кто желает следовать за Богом, по слову Его. Всемогущий Господь, мы нуждаемся в том, чтобы Ты показал нам Твой истинный путь, чтобы Ты помог нам не обольститься на ложные чудеса, не обольститься на то, что блестит, но не есть золото, не последовать словам зверя с агнечими рогами, а следовать за Тобой. Ибо Ты учишь не всякий говорящий Господи, Господи, войдет Царство Небесное, но соблюдающий лишь волю Отца Небесного. Господи, помоги нам соблюсти Твою волю. Во имя Иисуса мы молим и просим. Аминь. Редактор субтитров Продолжение следует...